Итак, всем привет! Меня зовут Евгений, я более 10 лет работаю в СМЛЕ, состою в Ассоциации СМЛЕ Украины. Сегодня у нас вводный курс для барменов, вводный курс по вину. Немножко с вами ознакомимся с тем, как производится вино, где он производится, классификацию винного во всем мире, и в целом от чего зависит цена на вино. Потому что где бы вы не работали, знайте всегда, что Ридель это мировой бренд по бокалам, лучший бокал и самый профессиональный бокал в мире. Это австрийский бренд бокалов. Это первый... Ридель это Дьорк Ридель, это основатель компании Ридель. Первый человек в мире, который обратил на функциональность бокалов. Ну, до этого мы дойдем уже, когда расскажем все о гене, о габримой технологии, да, и уже мы говорим о бокал. Ну что ж, поднимите руку, кто работает с вином сейчас. Ну, я работал, в принципе. Работал? Да. Кем? В рейсер. В рейсер. В официантом работаю. А, ну, официантом кто-то работал, может быть. Где-то вино разливали, да? Кто-то понимает, да? Ну, по крайней мере, что красное вино очень плохо выводится, да? Пятное красное. Хорошо. Смотрите, сегодня у нас занятие одно на 2-2,5 часа. Представьте себе, что за это время вы должны немножко узнать по вине. Наверняка вы понимаете, что это очень сложно за это время, да, узнать очень многое вине. Поэтому я вам даю легкую вводную информацию, которая поможет вам в дальнейшем работать с ним. Я вам расскажу, что такое вино, как оно рождается. И действительно, почему вот есть вино там за 30 тысяч гривен, да, там, либо там 100 тысяч гривен, да, или за 100 гривен. И чем же с такими разница? Потому что не всегда оно бывает, как бы, да, дорогое там, хорошее, либо, и наоборот, дешевое интересное покажется, да? До того, как переходить к самой технологии, я вам хотел бы рассказать о этапах, да, становления вина в целом. Этапах, как появляется вино на свет. Как вы думаете, с чего, вот, к примеру, вы хотите сделать винодельню, с чего вы начнете, да, вот, смотреть, как, чтобы делать, строить свою винодельню? С виноградника, с земли. Виноградник уже позже, да, сначала на землю смотрим, да. А что еще мы можем смотреть? На какой климат абсолютно верно? Вот сейчас очень популярное такое слово есть, терруар. Кто слышал? Еще раз, поем? Терруар. Надо записывать. Терруар. Верно? Да. Терруар. Совокупность факторов, влияющих на виноградный лозунг. Да, с чего формируется все-таки ценность вина? И почему некоторые вины сильно выручутся? В первую очередь, действительно, это климат. Какой может быть климат? Жаркий. Жаркий климат, прокладный климат, да. То есть, есть определенные зоны, ну, климатические зоны, так называемые, да, там, есть экватор, эквитеральная, да, зона, которая очень жаркая. Наверняка там виноград сожжать как-то очень сложно. Он просто там будет либо перезревать, либо вообще не расти, да, эквитеральная какая-то зона. Там хорошо тростник растет для ровно, да, там очень хорошо каковы вырастут и так далее. Да, чуть дальше от экватора, где-то вот от 30-й параллели до 50-й параллели, 50-й тоже, до 45-й, скажем так, да, вот. Это вот как раз и есть зона производства вина. Только один из этих видов пригоден к виноделиям. Называется вот Витис Виниферия. Можете записать. Витис Виниферия. Один из 20 типов виноградной лозы. Пригоден к виноделиям. То есть точно та же виноградная лоза. Если не давать ему влаги, да, не давать кусту влаги, давать ограниченное количество влаги, он будет сильно вырастать. Наверняка сильно он расти не будет. Он будет вырастать немножечко, и он не даст вам там 20-30 гроздей винограда с одного куста. Ему просто-напросто не хватит влаги, да, чтобы питать. Понимаете, да? Если мы представляем, там, где влаги много, да, и вот мы высадили куст на счетах плодорода, к примеру, почвы, такой, как у нас чернозерная лозыгинка, да, мы понимаем, что наш куст получает очень много влаги, и он может, естественно, формироваться, он по себе очень много грозей винограда. Вспомните деревни, да, у бабушек летали, здесь одна арка, один куст, и дает вам полную винограду, вспомнивая, да. Поэтому мы понимаем, что качество винограда на более засушливых регионах, да, и в более, в климате, где очень много осадков, немножко тоже будет отличаться, правильно? Там, где засушливые регионы, там, где мало влаги, мы получим концентрированный виноград, потому что влаги мало, да. Там, где много влаги, более водянистый. Есть такой фактор? Есть фактор. Хорошо. Один из факторов, который также влияет на виноградную лозу, это рельеф виноградника. А рельеф, это, к нему относится еще и склон. Наверняка вы слышали, там, да, великие вины, бордог, гургунди, в зависимости от склона, имеют разную какую-то вот, разную по характеру вина, разную, то есть, там, прогреваемость и так далее. Представьте себе, чтобы было более понятно, что вот у вас идет южный склон. Вот светит солнышко, где Саша стоит с камерой, да? И вот здесь южный склон. Мы, естественно, получаем много тепла. Представьте, что он достаточно крутой и так далее. И вот солнышко у нас встает, да, здесь вот, там оно в зените, и здесь оно садится. И мы получаем много меры, на склон очень много тепла, да? Но представьте себе этот склон как в виде скал, который имеет тут, предназначительно, вот такой троллейбер. Это южный склон. Южный. Это южный? Южный. Ну, вот, расположен. Но солнышко встало. Получает ли этот склон где-то тепло? Нет. А где тень? Тень от предыдущего. Поэтому рельеф сам по себе, да, вот, как разрезаны эти склоны, пологие склоны, то есть скалы там и так далее, от этого очень сильно зависит. Здесь этот склон, мы будем получать постоянно солнце, а в этом только когда солнце будет в зените. Возможно, для какого-то, как я и говорил, региона это хорошо, а для какого-то плохо. Для какого хорошо этот склон? Для немцев. Постоянно будет тепло. Это для чилийцев, которым избыточное тепло должно не очень хорошо. Надо запомнить одну важную вещь. Ваш виноград должен правильно созревать. Вот представьте себе нашу ягоду, да, в которой должны быть какие-то микроэлементы, дающие нам будущую ароматику, вкус вина. Их очень много. Танины, катехины, антоцианы, расфератроны. Очень-очень много там, фламоноиды. Целая группа разных веществ, дающие нам ароматику, блокеты, вкус, да. И чем сложнее он будет по своей структуре, тем сложнее получается у вас виноград. Но если у вас виноград созревает быстро, в нем вырабатывается быстро сахаристость и простые компоненты. Если у вас виноград созревает очень долго, медленно, медленно созревание, при этом формируются более всегда сложные, сложные какие-то компоненты. Более углубленные знания, энологии, технологии вина вы можете увидеть нас на углубленном курсе Сен-Лье. Приходите. У нас будут другие преподаватели технологии с шабов. Ребята, которые профессионалы в своем деле, то есть там 4 преподавателя помимо меня, и мы все как-то стараемся сделать все правильно, все грамотно и даем очень-очень много информации. Если вы хотите углубляться именно в этой теме, поверьте, вам будет интересно. Если в будущем кто-то из вас хочет стать технологом и виноделом, у нас есть также курс виноделия, который вы также можете пройти вместе с коронавируемым. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok